Итак, дорогие друзья, третья партия между Никитой Петровым и Русланом Габитовым. Мне кажется, сейчас Никита Е4. Нет, возможно. Я думал, он может уклониться от прошлого партия. Да, напоминаю вам то, что... Так, секундочку. А, хотя ничего страшного, он позвонил телефон. Но ничего, пока не будем брать трубку. И к партии. Да, вот этот вариант мы уже видели, и мы помним, как очень уверенно... Не, ну там достаточно немного другая позиция была. Ну, нужно Ферси А4 ходить. Ферси А4, там, я не знаю, С6 могут даже просто пойти. Да, а как защищать пункт? Не знаю, возможно, Е4 и... Как-то... Кстати, так странно. Неужели катастрофа в дебютах Никиты Петрова? Я не думал, что у нас зевнул. Ну, как-то, что... Может быть, у нас жертва качества может быть? Или, ну, как-то там еще король на Е2 куда-то встает это... Не знаю, или короли же лишают соркировки без качества. Не похоже. Или можно, ну, на Е4 будет сыгрывать все-таки. Что общественники, но ей чисто нет. Надо ходить, но на ДЕ что не вижу. Опять уже минуту времени, просто минута. Пять ходов, по-моему, позиция уже просто, может, похоже, возможно. А я могу включить движок, ради интереса. Кроль Д... Кроль Д2. Да. Не, ну, значит, это другой... Нормальной защиты нет. Ну, вот Е4, да, решил. Е4 есть, то я не вижу. То есть, отход коня и Е3 просто нет. Я не совсем понимаю, что тут делать. На Ф6 ход, может, есть, да. Ж4, а? Мне Е3 казалось неплохим ходом. Зачем? Ну, вот здесь уже, мне кажется, минус один. Минус два. Да. Ну, не надо включать движок. По крайней мере, игровая позиция. Ну, как все сказать. Д5. Д5 нужно ходить. Ну, Д5, возможно, нужно, да, как-то. Потом коня откинем при случае на Ф6 он садит. И надо чего-то пытаться сооруить, хотя... Не знаю, мне похоже, что Никита тут уже проиграет. По-моему, это шахматный камбэк. На Д4 отдает он. А, ну, идея, наверное, взять на Д4 Ф5 и на Ж6 ход, Д6, что ли. Да, да, да. То есть, какая-то контор-игрушка. Может быть, личный шаг найдется вообще. На Ж не Ф8, а Ф4 Ж6. Ну, конечно, не брать на Д6. И там он идет на Ж5 куда-то. А на Кроль Д7, как-то Ферси Ф5, то, наверное, еще шаг будет. Как минимум. Вот такой подозрительный ход сейчас Кроль Д1. Кроль Д1 нужно. Так, Кроль Д1. И там какие-то... Я думаю, ладья Ж7 будет с матом. Кстати, белые грозят. Такой симпатичный. Так, а... Стоп, ну тут Ф... Нет, стоп, а вы видите, что он преградил. Ну, слоном... А, слоном нельзя брать. Там, ну, ДЕ шаг. Интересно, если он нашел ри... Руслан? Ну, может быть, Кроль Д2, может быть, стоило ходить? Нет, Кроль Д2 мы закрывали своего чернопола. А, то же самое, да. Да, так у нас получается шажок какой-то сейчас выпишут. Ой, вот такой ответный шаг. Что за партия вообще? Шедеврально просто. Так, съели Ферзя здесь? Че у нас там сериал-то? А, просто Ферзь Заладью. Ферзь Заладью. И неожиданно белые побеждают. Да, Никита закрутил, конечно. Слушай, ну, фантастическая, интересная партия. Я думаю, зрители оценят вот эти вот перестроения. Так, съели на Ф5. Ну да, здесь уже говорить, по-моему, не о чем. Да, очень. Владя Д6, конечно, было зевнуто. Надо было там АЖ уже бить, наверное, после ФЕ. То есть, словно, на Ж5 не выходит, поэтому Ферзь Ж6, наверное, нету. А че ж БЦ-то не сыграть с ДСМ на 3? А, ну да, есть такая идея. Не, ну тут, я думаю, опять же, можно уже играть как угодно. Уже выиграна позиция в Дрэск. Покажем мы вам эту партию с Движком после коня, конечно, закончения матча. Я думаю, что ДЕ, ДЦ, то есть, когда коня взяли на С3, это грубый зевок. Там Владя Д6 выигран у белых. А надо было, я думаю, просто АЖ пойти. И, то есть, Сон не подключается, наверное, пришлось побить Владю на АЖ 8. Там нет проигранной позиции. Так, ну выписали ША, а, ШАХ уже не выписали. Слона 3 тогда. Не, ну все равно Слона подключили, да. Сейчас Слон Ж4, Слон Ж5 какой-то, возможно. А вот уже жертва качества уже намечает, смотря. Ну, да, я говорю, тут можно выиграть как у Лодом практически. То есть, все фигуры в атаке. И материал лишний. А вот здесь, видимо, не работало? Ну, наверное, нет, но он хочет Слон на Д4 перестать. Сейчас Фер Ж5, наверное. Владя Ж8, возможно, с угрозой какой-то Слон Ж6. А, Стреллинг не работает. Не работает, наверное. Вот так просто отошел. Ну, Владя Ж8 сейчас в белом игре. А, там Владя защитил на Ж1. Да, тогда есть всегда Слон. Слон Ж4 есть. Да, ну, я смотрю, 5-10 секунд времени. Ну, я думаю, в этой позиции Никита сможет. Контроль всего 3 плюс 1, но... Не, ну, если Никита все-таки эту партию дожмет, я думаю, у него хороший шанс выиграть матч в четырех партиях. Да, матч, конечно, безусловно, очень интересный. Ну, да. Очень яркая игра шахматистов. Третья партия вообще феноменальная, по-моему, вот если без движка смотреть, выходит. Не, ну, феноменальная, но мне кажется, там просто был зевок на зевке на самом деле. Ну, в этом-то и проехал. Ну, не счетов. Подкрутил. То есть, при шахматах это зевать каждым ходом? Так, ну что это? Что вот 6 секунд на табло обозначает? И что, Никита 6 секунд? Ну, это как-то неприятно, согласен. Ну, да. Не, ну, хорошо, что добавка 1 секунда, конечно, есть. А почему пешку не надо было взять на 6? А, да, слон же висел. Да. Не, хорошо, что есть секунда, но все равно... Ну, отца с на 6 же почему не взять? Ну, они не хотят очевидно эту пешку брать. Я думал, может, в Е3 там где-то стол провести черным. О, ой-ой-ой-ой. Что такое? Нет, показалось то, что зевно-то было. Нет. Шажок. А, лазью и зевнули. Да-да-да, да. Сделан-то было, да. Ну, нужно сдаться уже. Не, ну, все, парси, да, после того, что не был флаг здесь. Нужно сдаться черным. Секунды на ход от Никиты. Ну, и у меня такое ощущение, что Руслан не любят оставаться. Да, после чего после... Вместо, когда пошли... Может, везде будут посмотреть, подожди. Нет, ну тебе-то ладно. Ну, здесь уже безнадёга какая-то, смотри. Как можно было вот это зевнуть? Король-Д2, надо хотите, жесть. Ну, я не знаю, я, конечно, тоже удивился, что... Ну, вот минус 2, а, к сожалению, начали уже, ребята, следующее.